Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова для нашей страны представляет особенную важность в сфере продвижения и развития союзнических отношений. Так, сегодня прокомментировал встречу со своим коллегой глава МИД Кыргызстана Чингис Айдарбеков. В ходе дипломатических переговоров были обсуждены важные вопросы в сфере торгово-экономического сотрудничества, развития и укрепления гуманитарного, культурного и военно-технического взаимодействия. Без внимания министров не осталась и сфера гидроэнергетики. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день российская сторона рассматривает обращение Кыргызстана о реализации проекта строительства верхненарынского каскада ГЭС в новых условиях. Есть проект верхненарынского каскада, которому сейчас в новых условиях заинтересовано вернуться руководство Кыргызской республики и соответствующее обращение о том, как нам в новых условиях, еще раз отмечу, налаживать энергетическое взаимодействие, включая гидроэнергетику, что очень перспективно для вашей страны. Это обращение рассматривается, и мы сегодня договорились о том, как наши соответствующие ведомства будут действовать на этом направлении. Главное найти общеприемлемые подходы к соответствующим проектам. Я думаю, что нацеленность на это есть, а если она есть, то шансы договориться достаточно высокие. В свою очередь министр иностранных дел нашей страны Чингис Айдарбеков отметил, что республика заинтересована в получении инвестиций от российских партнеров на реализацию совместных российско-кыргызских энергетических проектов. Потребность в электричестве в самой Кыргызской Республике увеличивается. Нам необходимо осваивать новый наш гидроэнергетический потенциал. В этой связи мы заинтересованы в приходе российских инвестиций, в части освоения нашего гидроэнергетического потенциала. Это было предметом в том числе нашего обсуждения сегодняшнего. Мы очень заинтересованы в реализации крупных водноэнергетических, гидроэнергетических проектов Кыргызской Республики совместно с российской стороной. А вот вопрос о возможности появления второй российской военной базы на территории нашей страны дипломаты, как оказалось, не обсуждали. Напомним, информацию о предполагаемом создании второго оплота ОДКБ в виде военной базы озвучил посол Кыргызстана в Российской Федерации в интервью одному из изданий. Однако, по словам Сергея Лаврова, официальной инициативы со стороны Кыргызстана ранее не поступало. Между тем, в ходе переговоров достигнуто решение о том, что уже имеющуюся базу необходимо укреплять и продолжать военно-технические отношения обеих стран. Когда мы говорим о ситуации в Центральной Азии, мы во многом имеем в виду прежде всего те угрозы, которые по-прежнему исходят из Афганистана. Это угроза и терроризма, угроза наркотрафика и в целом нестабильность, которая подпитывается продолжающимся проникновением террористов из Сирии, Ирака, из других стран Ближнего Востока на афганскую территорию. Причем они предпочитают окапываться на севере Афганистана, вплотную к границам наших центрально-азиатских партнеров. Это, безусловно, требует повышенного внимания к задачам обеспечения безопасности, в том числе и к вопросам функционирования Объединенной Российской военной базы в Киргизии, о чем мы сегодня подробно говорили. Говорили о путях ее укрепления в качестве, прежде всего, оплота ОДКБ в противостоянии угрозам центрально-азиатским государствам. И мы ценим то внимание, которое сегодня президент Киргизской республики уделил необходимости скорейшего решения этих вопросов. По словам Сергея Лаврова, у Киргизстана и России имеются общие интересы и позиции во многих вопросах, что позволяет обеим странам сохранять и укреплять добропорядочные отношения. Отметим, визит в столицу нашей страны стал первой остановкой вторной главы внешнеполитического ведомства по странам Центральной Азии. В следующие два дня Сергей Лавров посетит еще две страны региона – Таджикистан и Туркменистан, где у министра также запланированы встречи с руководством этих государств.